Новый урок от Фотоврамки. Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как создавать анимации с помощью обычных плёночных камер. Если в прошлых двух выпусках мы разбирали фотокамеры от Lomography, Action Sampler, LomaKino, то в этом выпуске мы поговорим о простых плёночных девайсах, которые есть у каждого из вас. Абсолютно неважно, вы снимаете на старенькую советскую зеркалку или на шикарную среднеформатную камеру, суть создания анимации от этого ни капельки не меняется. Если в LomaKamera ради получения основы для анимации мы были вынуждены кадрировать наше изображение, разделяя и сохраняя каждый фрагмент кадра по отдельности, то с обычными камерами эта частичка работы сразу отпадает. Достаточно просто отсканировать плёнку. Ведь каждый кадр сам по себе уже является частью общей картины. Но учитывая этот фактор, нужно понимать и то, что если, к примеру, Action Sampler ловил мгновение, разделяя его на четыре отдельные фазы движения, то с обычной камерой абсолютно все элементы движения вы должны будете снять самостоятельно. Поэтому самое первое и самое важное для вас в начале съёмки – это штатив. Без штатива вы не сможете добиться плавного и мягкого движения в кадре, и эффект непрерывности момента будет просто недосягаем. Устанавливая штатив, убедитесь, что он устойчиво стоит на своих ножках, что все крутилочки крепко зажаты, любое, даже незначительное изменение в ракурсе сыграет скверную роль в конечном результате. Когда штатив и камера готовы к работе, плёнка на месте, соотношение выдержки и диафрагмы учтены, тогда нужно переходить к вашему движущемуся объекту. Это может быть как неодухотворённый предмет, так и вполне себе одухотворённый человек. Я предлагаю уделить внимание именно человеческому фактору. Самое главное – нетипичность в способе подобной съёмки – это отыгрывание моделью абсолютно каждого своего микродвижения по отдельности. Один кадр – одна микрофаза. Чем больше фаз движения, тем детальнее будет выглядеть финальная анимация. Человек, который позирует для вас, должен хорошо это понимать и визуализировать свои действия. Для этого вам достаточно несколько раз потренироваться, прогнать замысел. К примеру, если вы снимаете элемент с широкой амплитудой, подобно танцам, вы должны чётко донести своё видение человеку, оговорив, сколько кадров вы хотите на это потратить. От этого фактора уже и будет зависеть дальнейшее разделение элемента на фазы движения. Очень важно, чтобы человек в промежутках между движениями, пока вы мотаете плёнку на следующий кадр, не терял своего положения, чтобы подобно статуе он замирал, пока вы разрешите ему перейти к следующей фазе. Даже маленькие огрехи, такие как дыхание или малейшие проявления мимики, в конце концов негативно отразятся на общем результате. Поэтому цепляйтесь за состояние человека, старайтесь, чтобы во время съёмки никакой лишний фактор не испортил вам иллюзию непрерывности момента. В прошлых выпусках мы уже уделяли внимание начальным этапам создания анимации, выбору оригинальных пропорций снимка, крошечному хронометражу кадров, расставлению кадров по нужным местам, продлению анимации. А сейчас мне хотелось бы рассказать ещё пару инсайтов о монтажной программе. Это Final Cut Pro X. Если вы хотите создать анимацию для Инстаграма, который поддерживает лишь квадратное изображение, вы можете изначально создать проект с квадратными пропорциями. Для этого переходим в настройки, клавиши Command N, затем нажимаем раздел Custom и самостоятельно вводим свободные производные. К примеру, вместо 1980 на 1080 мы пишем 640 на 640 и выбираем 24 кадра в секунду. Теперь наш проект заведомо будет квадратным. Вы можете подставить белую рамку, чтобы не терять широту горизонтального кадра. И точно так же вы можете создавать проект для Story или для TikTok. Просто измените параметры и готово. Кстати, сейчас будет пример, как создать анимации всего из двух кадров посредством лишь идейного расставления этой пары с точки зрения хронометража. Второй и не менее важный инсайт – это добавление эффектов. Ваша анимация будет насчитывать десятки, а то и сотни кадров. А если, к примеру, вы захотите подтянуть резкость, контрастность или наложить эффект на анимацию, неужели вам нужно будет работать с каждым кадром по отдельности? Конечно, нет. Вам нужно будет поработать лишь с одним кадром, положить нужный эффект и затем, выделив кадр и скопировав его, добавить этот эффект всем остальным – Past Effect. И готово. Кстати, создание анимации хорошо еще тем, что каждый снятый кадр может существовать как в общей конве движения, так и по отдельности, как самостоятельный элемент. Особенно кадры, снятые на средний формат. При таком отличном качестве, каждое отдельное фото уже имеет и красоту, и значимость. И помимо анимации, отдельные кадры вполне могут пополнить вашу копилочку фоторабот. Еще кадры, снятые для анимации, очень здорово выглядят в статичном тандеме с друг другом. Такой вот калаш выглядит идейно и необычно и также вполне сойдет за самостоятельный элемент в вашей галерее. В прошлом выпуске я уже говорила, что для своих анимаций всегда самостоятельно ищу нужную мне музыкальную атмосферу и получаю ее посредством соединения воедино трех-четырех сэмплов. Палитры сэмплов я качаю в интернете, потом складываю их на монтажном столе, а основной мотив всегда стоит вверху, звучит по центру. Дополнительные сэмплы я опускаю в чуть более дальние режимы звучания, чтобы они лишь поддерживали основной мотив. В этом выпуске я расскажу еще два способа, как бесплатно получить оригинальную музыку для ваших анимаций без работы с этим аудиоконструктором. Первое – это регистрация на сток-сайтах. Там вас ждут бесчисленные аудиопроизведения. Все они были воссозданы неизвестными композиторами и разделены по категориям, жанрам, темпо-ритму, вкусу. Но нюанс. Скорее всего, вам нужно будет заплатить монет за эту регистрацию. Это чуточку омрачает картину, поэтому я расскажу вам второй способ. Lo-Fi Radio на YouTube. Они в реальном времени играют музыкальные композиции, и в них я часто узнаю свои же сэмплы, которые я скачивала из интернета. Но скачать эти композиции нельзя, они играют онлайн. Поэтому, к примеру, если вы включите запись экрана в мобильном телефоне и перейдете на радио, вы получите видеозапись, в которой будет запечатлена и аудиоинформация. И затем на монтажном столе просто отделите видео от аудио, и вуаля. Абсолютно бесплатная палитра, которая никогда не получит бан ни в одной из соцсетей, готова послужить вам атмосферой для анимации. Что ж, это были мои маленькие видео уроки. Меня зовут Бэмби. Если вам понравился такой вот формат уроков на YouTube, ставьте пальцы вверх, комментируйте и вообще давайте какой-то фидбэк. Когда создаешь нечто подобное, отклик, он очень важен. Если у вас остались вопросы, найдите меня в Instagram. Ссылка на меня будет в описании к видео. Всем спасибо за внимание. Я желаю вам приключений и крутейших пленочных фото. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok